В этом году выборная повестка в Дмитровском районе вполне себе скромная. Депутатов ни в Госдуму, ни в региональный законодательный орган выбирать не будем. Новый глава Дмитровского района уже утвержден муниципальным советом депутатов. 10 сентября этого года выборы предстоят только в двух поселениях района. Хочу пригласить всех жителей поселений Куликовска и Синьковска принять участие в голосовании 10 сентября. По традиции у нас избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. Единственное уточнение, у нас округа многомандатные в поселениях, поэтому избиратель, когда будет выбирать депутатов местных, необходимо сделать до 5 отметок, не больше. Можно меньше 5 отметок, но каждый избиратель имеет право выбрать 5 кандидатов от своего округа. При голосовании за главу, естественно, голосование за одну кандидатуру. Николай Зубов в июле этого года подал в отставку с поста главы сельского поселения Синьковская. До выборов обязанности главы поселения исполняет его зам. А сам Николай Зубов зарегистрирован как кандидат в местный совет депутатов. Там, кстати, он фигурирует как действующий директор Центрального дома культуры Синькова. Другой глава сельского поселения, срок полномочий которого истекает в этом году, Николай Елесин, также баллотируется в депутаты своего местного совета депутатов. Но если в Куликово будут одновременно выбирать себе новых депутатов и главу поселения, то в Синьково нового поселкового руководителя выберет новый состав местного совета депутатов. В данный момент агитационный период уже как бы идет. Местные власти выделили места для встреч с избирателями, как для размещения агитационных материалов печатных, так и для встреч с избирателями. Но, насколько я знаю, на сегодняшний момент агитационные материалы в печатном виде к нам в комиссию не поступали. Для того, чтобы их распространять, необходимо заявить в комиссию, что такой-то материал будет распространяться. А вот встречи с избирателями проходят пока не в помещениях, я так понимаю, не проходят где-то, где сбор жителей, организован около домов. Такой вариант тоже возможен. Более ста кандидатов на два сельских поселения – это небывалый показатель для Дмитровского района. Правда, некоторые из кандидатов так жаждут попасть в поселковые коридоры власти, что применяют для этого даже не вполне чистоплотные методы. Но уголовного наказания, например, за поделку подписи своих сторонников, кандидаты не боятся. Их просто ждет отстранение от участия в предстоящих сентябрьских выборах. В целом же, по словам председателя территориальной избирательной комиссии Дмитровского района, обстановка перед выборами спокойная. Претензии у избиркома к кандидатам минимальные. И со стороны кандидатов, кажется, также превалирует настрой на конструктивное взаимодействие. Федеральные выборы, когда грядут, какие-то уже подготовки идут к федеральному выбору? Подготовка идет пока чисто техническая. Сейчас идет перевод системы газ-выбора на оптиковолокно. Готовятся помещения для новой системы, так называемого, новых армов для подачи документов избирателями, которые будут находиться не по месту прописки, скажем так. Новое у нас это введение, поскольку отменили крепительные, все жители района, которые захотят участвовать в выборах, но не имеют регистрации на территории нашего района, смогут подать заявление в определенное время, но об этом будет дополнительно сообщено, и проголосовать на тех участках, где они проживают, без регистрации. И выборы в марте 2018? А выборы у нас предстоящие, ближайшие после 10 сентября, это выборы президента 18 марта 2018 года. В 2018 году в Дмитровском районе истекает срок большинства глав городских и сельских поселений. И вкупе с президентскими выборами это обстоятельство, очевидно, сделает следующий год в политическом смысле весьма интересным. Особенно учитывая тот факт, что идея преобразовать Дмитровский муниципальный район в городской округ региональными властями отложена, но не отменена.